И отличный боковой слева с сайдстепом от мексиканца. Еще раз туда. Жестко по корпусу. Вот теперь уже начинает прибирать инициативу к рукам Сауль Альварес. Саулю, кстати, на тот момент 19 лет. Хаттону 28. Хорошая двойка от Сауля. Старается держать соперника на дистанции Мэтью Хаттон. Здесь неплохая серия от британца. Хорошо опять с передней руки атакует мексиканец. И правый снизу там. Разница. И при этом мексиканец намного больше, намного мощнее своего оппонента. Старый раунд. И здесь посмотрите, как активно начинает Хаттон. Выпускает длинную серию, которую венчает точный удар справа. Видим, кстати, мы в рейксайде Рикки Хаттона, который активно болеет и поддерживает своего брата. Ну вот, кстати, вот насколько я помню, здорово сдваивает удар. Сыновья будут такие же крутые, как и их отцы, то это значит будет очень-очень мощный поедет. Что касается сыновей и отцов и противостояния он их, то можно говорить, что выйдет очень дорого. Хорошо. Здорово здесь по туловичу атакует Сауль. И переводит на голову. Буховой очень мощный. Видим, что у Мэтью Хаттона разбит нос уже. И вот пытается Хаттон отвечать. Тоже жестко достаточно. Но его удара, конечно, нет. Поджимает Сауль. Здорово отрабатывает по корпусу. Здесь пытается своими сериями отвечать. Заканчивается второй раунд. Остановило это попадание. Но, тем не менее, пояс на кону все равно стоял. На пользу атлетической комиссии. Может быть, поэтому, кстати, пояс-то и стоял на кону. Упирается головой сейчас Хаттон. И в целом... Опять включился. Опять вот этот страшнейший боковой. На этот раз уже справа от Сауля. И ответ по корпусу. Хорошо обученный боксер. То есть он техничный, разнообразный, быстрый. Но, к сожалению, для себя слишком маленький. Ну, для этого веса. История с тем, что обвиняли Сауля. Его обвиняли в том, что он приставал к девушке Улисса Солиса. И сначала Сауль отнекивался. А потом сказал, нет, это был не я, это был мой брат. А который из братьев. А я не знаю, кто же их считает-то. Хорошая серия от Хаттона. Тыловой левый сбоку через уклон. Хорошая связка по туловищу. Здорово. На коротке пробивал Сауль. И сейчас поджимает он Мэтью канатом. И опять плотно, серийно. Три удара. Четыре за раз выбрасывает Сауль. И вот уже видим, что не только нос разбит, но и рассечение открылось на лице у Мэтью Каттона. Боковые. Естественно, это заметил и Сауль. Он сейчас просто соперника не отпускает. Практически каждым из ударов он цепляет. Относительно спокойно, наблюдая за предсходящее. Опять жесточайшая атака по туловищу. И похоже, что на сей раз Хаттон почувствовал это на себе. Реально ощутил. С умой еще ударов в Сауле. Снова хорошая серия встречная в исполнении Мэтью Каттона. И он правильно делает. Плюс, опять же, у Рики Каттона был такой довольно грязный стиль ведения боя. То есть это много клинча. А, хорошо. Сейчас левый сбоку попал. В обвод рук. Ну и как раз именно Хаттон ее инициирует. Периодически хорошая серия от британца. Левый, прямой, два боковых. Быстро попытался реваншироваться сейчас Хаттон. Боковым. О, там, вроде как ударил. И как будто в стену бетонную. Короткое движение головой. Поднырнул под руку. И вот пошел контратаковать. Дважды жестко зацепил. И отвечает дальше. Вот здесь. Хорош. Отличная атака. Правда, все в защиту. Но все равно было довольно плотно. Ответ Сауля не заставил себя ждать. Здорово. Да, это при всем при том, что ему... Да, и вот сейчас как раз такой пронзительный голос как раз... Хорошо вот здесь. Посмотрите, как ждал своего оппонента Сауль. Низковат. Да, да. В пояс. В пояс ударил мотива. Принимает он в блок. Мощная двойка. И так вот отбрасывает соперника канатом. Тоже слышно. У-у-у. Мощно попадает справа. Джеб на джеб. И хорошо, кстати, опять в очередной раз заставляет Сауль Альвара соперника опускать руки. До этого пробил два боковых апперкот. Потом сейчас два боковых. И потом еще один, но уже в голову. Потом третий уже еще более сильный. Теперь уже с дистанцией размашистый боковой. Раунд пока закончен. Очень все стремительно. Хорошая держалка у Мэтью Хаттона. Вот на сегодняшний, на текущий момент. Правую руку. И затем резко переводит свою атаку в левую сторону. И бьет или по туловищу. Или просто серию выпускает. Сначала обычный джеб. Потом разворачивает на... На левую снизу он бьет, ну как говорится, стаканом. Стаканом. То есть у него кисть развернута в бок, а не к себе. Ну, ладонями. Хорошо. Здесь на короточке встретил справа Сауль. Погудели. Им не нравится. Вот эта грязь. Ну и Сауль, конечно, будет отвечать. О-о-о. Приземлился на колени Мэтью Хаттон. Ну сам виноват, дружок. Да, то есть прилетел удар. Он так прошелся еще вдоль канатов. И взял колено, чтобы передохнуть. Там вот барышня, которая недалеко от Рики Хаттона сидит. Это очень негодует, по всей видимости. И получил в ответ. И при этом резко за ним мог. Ну что, это тактическая хитрость. Ну, вроде, вот жесты были у рефери как раз, что снимают бал. Потому что... Эпизод забрал себе. Хорошо. Посмотрите, там здорово. Сдваивает и страивает удары справа. Сауль явно разозлило его то, что произошло. И он пошел просто... То есть, естественно, все ожидают того, что в вот таких сериях Сауль Альварес, он соперника нокаутирует. Но там вот просто обратите внимание, что сзади творится. Там люди уже машут руками. Хорошо, что друг по другу не попадают. Ну и Сауль Альварес. Сауль Альварес просто соперника не отпускает. На протяжении уже почти полутора минут он продолжает свои атаки и не думает останавливаться. Но пока что Канело начинает раунд довольно спокойно. То есть, опять же... У-у-у-у! Да! Интересный эпизод. Продолжает довольно активно двигаться. Хаттон, ух, как здорово! Поджал соперника прям на вис над ним Сауль Альварес. И опять вот плотный боковой дважды причем. Жестко. Мы говорим о выдержке этого парня. Мы говорим о его стойкости, о его характере. Потому что, еще раз напомню, что очень многие его предшественники в количестве, о том, чтобы встать. Здорово! Очень плотный удар по корпусу, перевод на голову. И это было очень больно, очевидно. Уже его встречает очередной раз, уже, говорю, бесчисленное количество раз. Сауль. И здесь на ближней дистанции. Опять боковые. 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 Это без них никуда. Ну, я имею в виду у Сауля. Так, может, не боковой. Хорошо. Кстати, по-моему, именно в Аннахайме находится знаменитий Диснейленд. То есть, надо отметить, что это агломерация. Одна из... ...нормально дальше в центре ринга. А вот здесь. Не было ли удара после команды Брейк? По-моему, была. Три боковых от Хаттона. Ну, и все-таки легкие. Такое ощущение, вот, знаете, как говорят... Ух, боковой. И так потряс сейчас чуть-чуть Альварес соперника. Завизда. Хорошая атака в исполнении Альварес. Держит руки мексиканца Мэтью Хаттон. Болельщикам это, понятное дело, не нравится. Но вот здесь Альварес вырвался. Очень интересно, так из-под лобья смотрит на происходящее Виктор Артист. Такое ощущение, что он сам боксирует. Человек из тех, кто там наблюдает за этим поединком. Как видеть драку. Вот Сауль. Как правило, соответствует этим ожиданиям. Предугадывая их, пропуская над собой или мимо себя. Здорово, отличный левый. И давая тому работать, блокируя его руки. Ниже пояса был удар сейчас от Хаттона, прям явный. Ой-ой-ой, ну вот здесь опять пошла игра. Рой Джонс, кстати, является комментатором данного боя. Помимо того, что Рой Джонс является артистом, как раз такой, ну ты будешь вставать, нет? Ну давай. То есть как-то это очень лояльно надо отметить со стороны рефери, потому что обычно одной командой, после которой спортсмен не демонстрирует желание подниматься и продолжать, обычно хватает. Зацепил жестко соперника Сауль Альверас. Вот опять его раздражил своей актерской игрой ударом ниже пояса Мэтью Хаттон. Раздражил он его тем, конечно, еще, что постоянно прихватывает в клинче. И вот это все накопилось и выливается в то, что Сауль Альверас опять идет убивать. Попал, попал жестко справа. Есть, кстати, в боксе такое понятие, как чек-хук, когда ты выпускаешь лево-боковой. Поверг в исполнении Флойда Мэвезера, поверг нокаут Рики Хаттона. Закладывался сейчас на правый бокал, секунду конца 11-го раунда. Парашу просто прям насадил оппонента на свои удары, как на колья. И попал по печени очень жестко. Но опять же, Сауль очень спокойно реагирует на любые выпады соперника. Практически, опять же, не заботится о том, чтобы защищать себя. Ну, там вроде бы реальный действительный... Стрелка джебами. Вот-весь накал эмоций чуть-чуть снизился. Не очень понятно. Ну да ладно. Хорошая серия. Ух ты, да, да, и уклонялся сейчас так буквально... Он в состоянии Гроги, но при всем при этом быстро довольно восстанавливается и продолжает сыпать ответными ударами. Другой вопрос, зачем ему это надо? Потому что Сауль-то удобно работать. Вот здесь хорошо. И да, ну уже здесь британец пытается ввязаться, пытается прятаться. Вот тоже движение вот этого попытки. Мэтью Хаттона перебоксировать Саулю Альваресу. Очень мало. Перебить вообще не обалдет. Перебоксировать. А может быть, если только поиграть... То есть просто вот срывать поединок Саулю Альваресу. Ну вот не в той форме, в которой пребывал он. Это не разобранный. Он подошел-то, подготовленный. Да, да, да. Если бы он был разобранный, он бы лег уже в раунде в третьем ночи. И пошел обмен. Пошел Зарубон на последних секундах. Болельщики, конечно же, это категорически приветствуют. Попадает Хаттон, но и тут же осаживает его Сауль. Обнимаются парни. Да, все-таки взаимное уважение здесь есть. И это хорошо. Понятно, кто победил. Сауль Сауль Сауль, экономист сказал. Субтитры создавал DimaTorzok